Торнадо Энерджи! В мире танков и в первую очередь этот видос будет для вас. Ну и всем остальным тоже тут будет кое-какая более-менее свежая информация. Итак, ребят, значит у нас за период лета прошло две итерации песочницы. В чем заключалась песочница? Мы тестировали ребаланс голдовых снарядов. Что сделали разработчики? Разработчики сделали следующую вещь. Практически всем танкам увеличили количество очков прочности плюс-минус примерно на 20%. То есть если у Мауса было около 3000 хп, точнее ровно 3000 хп, стало 3550. Ну, чуть меньше, чем на 20% увеличение. И так прошло по всем танкам. По тяжелым, по средним, неважно. Все получили прирост хп. Также все танки, ну там за исключением фугасных, разумеется, мы их не тестировали даже. Фугасные мы будем тестировать как раз-таки осенью. Будет третья итерация песочницы. Где разработчики сказали, что в целом изменения, которые прошли на песочнице, их удовлетворили. Будут небольшие коррективы, но в целом все останется так, как мы видели на второй итерации песочницы. Я вам чуть подробнее сейчас об этом расскажу. И в третьей итерации песочницы разработчики планируют ребалансить фугасные снаряды. Принцип должен быть у фугасных снарядов такой, чтобы это не были основные снаряды для танкистов. Это будут снаряды только в случае, если противник очень сильно засел и другими снарядами его пробить вообще никаких возможностей не представляется. Или надо добрать шотную цель. Мне кажется, фугасные снаряды начнут наносить меньше повреждений. Возможно, у них появится какой-то другой компенсирующий элемент. Мы посмотрим, потому что в этом случае всякие FV215B183, короче, бабахи, FV4005Stage2, могут просто-напросто откиснуть из нашей игры. Поэтому я не знаю, что сделают разработчики с фугасами. Если представится возможность, задам такой вопрос на VG-фесте. Да, кстати, в Минске 15 сентября на VG-фесте я буду. Меня пригласили. Билеты мне уже, грубо говоря, компания Wargaming подарила. За что им огромное спасибо. То есть не за свой счет придется добираться. Потому что, ну, мне ехать достаточно далеко, аж целых 10 часов. Ладно, отвлекаемся от темы. Первая итерация песочницы прошла, скажем так, не очень хорошо. Но на то она и песочница. Дело в том, что тупо увеличение урона снарядов там примерно на 20 и более процентов, основных бронебойных снарядов, да, не сказалось положительно на геймплее. Дело в том, что голдой практически перестали стрелять. Это не устроило разработчиков. И это на самом деле, ну, по сути, минус один тип снаряда. То есть голда стала практически бесполезна. Ей практически перестали стрелять. Ну, понятное дело, что разработчики зарабатывают на дорогих снарядах. А голдовые снаряды это дорогие снаряды. Поэтому полностью выводить из игры они их не планируют. Но они хотят, чтобы голдовые снаряды все-таки применялись по принципу вот здесь и сейчас мне нужно пробить. Поэтому я буду стрелять голдой. А не так, что я зарядил в фулл БК голды и за счет этого я доминирую над всеми остальными. Примерно вот такой вот принцип стоит в основе всех этих изменений. И многие из вас подумают, так, а зачем вот этот весь геморрой? Зачем вот это вот увеличение на 20% ХП танков, увеличение примерно на 20% альфы у основных снарядов, если можно было просто понерфить голду, те же самые 20% от альфы у нее отрезать. Здесь мы упираемся, ребят, точнее не мы, а разработчики упираются в то, что... Дело в том, что премиумные танки, премиумные танки, они тоже любят пострелять голдой. А нерв голды на премиумных танках, это параллельно означает и нерв самих премиум танков. И это как-то там где-то куда-то по каким-то законам, ну, не очень вписывается в пользовательское соглашение плюс-минус. То есть это не очень хорошо. Разработчики стараются не нервить премиумные танки, потому что премиумные танки покупаются за реальные деньги. Я сейчас не хочу вдаваться во все эти подробности, мы на это угробим кучу времени. Принцип такой. Купил танк за реальное бабло, разработчики будут стараться не нервить его. Он может со временем устареть, но его характеристики никто нерфить не будет. А если будут нерфить, как это было... Блин, я опять вот утопаю в подробностях. Как было это с Супер Персиком в свое время, там еще с каким-то... Ну, а не компенсацию. То есть Супер Персика вообще разрешили за фулл прайс вернуть обратно в магазин. Правда, компенсировали его голдой. Ну ладно, мы сейчас уходим опять в дебри. Так вот, чтобы избежать этого момента, разработчики пошли по другому пути. Они увеличивают хп всем танкам, они увеличивают альфу основным снарядом. И на второй итерации эти изменения не были столь существенны. То есть, например, вот 54-ка. 385 основным снарядом пробивает. Ой, наносит урона. И 320, как и было, кумулятивным. Что мы получили в итоге, играя на второй итерации Песочница, ребят? А то, отчего у меня, если честно, немножечко скептицизм появляется по поводу тех слов от разработчиков, когда они говорят, что ИС-4, там, Е100, возможно, начнут нормально играть. Тупо за счет вот этих вот изменений, что ББшками игроки будут играть больше и чаще. Дело в том, что я выкатывал... У меня есть записи на YouTube-канале, они свежие, пару месяцев им буквально. Там и стримы целые есть. Я выкатывал и на Маусе, и на других бронированных танках. И знаете, что я вам могу сказать? Происходит примерно следующая ситуация. Ты выходишь на Маусе, игроки в тебя стреляют ББшками, понимают, что ты танкуешь, рамбуешь, и тупо заряжают голду. Голда как пробивала, так и пробивает великолепно. Причем меня интересует, почему часто я это встречаю еще и от ПТ-10. Короче, если всякие частные случаи, когда там, ну, есть упоротые ребята, которые, ну, нет, я пробью тебя ББшкой, тут надо понимать, что одно непробитие ББшкой будет равно по принципу, как если бы, грубо говоря, прям, вы можете сделать 5 выстрелов ББшкой или 6, если мне ничего не изменяет память, да, 6, по-моему, выстрелов, кумулятивным снарядом. Примерно такое соотношение будет. И нанесете одинаковое количество урона. Ну, разница, как вы поняли, в 20% по урону примерно. Так вот, одно непробитие ББшкой получается как раз-таки очень сильно нивелирует все преимущества в альфе этих ББшек. Поэтому игроки очень быстро смекнули, что один раз не пробить это очень невыгодно. Выгоднее сделать на один выстрел больше, но все их гарантированно, грубо говоря, пробить. Ну, как, конечно, даже с голдой гарантии пробить никто не дает, но шанс значительно выше. Поэтому, как только на горизонте появляются всякие маусы, ИСы четвертые, ИС-7, которые грамотно танкуют, рамбуют, они просто борта вам подставляют под выстрел, сразу же в казенник заряжается голдовый снаряд. Короче, если утрировать для сверх бронированных, сверх тяжелых тяжей, да, типа Type 5 Heavy, вообще нихрена не поменяется. Единственное что, надо не забывать, что им дали на 20% примерно больше ХП, то есть, грубо говоря, они чуть дольше будут держать вот эти вот выстрелы от голды, чуть дольше будут тратить свое ХП. То есть, чуть дольше жить в бою. Вот это единственное, что они получат. Но рассчитывать на то, что, ребят, вы выйдете на маусе и будете по-царски просто танковать, я бы не стал. То есть, даже если эти изменения, вот в том виде, в котором они сейчас есть, я еще раз говорю, разница между бронебойными снарядами и голдовыми специальными, получилось настолько незначительное, что есть смысл и возить с собой ББшки, и играть на ББшках, действительно есть. Большинство танков, действительно можно в большинстве ситуаций работать обычными снарядами. В этом случае для вас по скорости уничтожения команды противника ничего не поменяется. Но и не возить с собой голдовые снаряды точно так же будет абсолютно глупо, потому что голда все равно будет требоваться против сверхбронированных танков. Таких, как там, я не знаю, любой танк, который способен танковать, будет тут же в лицо получать себе огромное количество голды. И я не знаю, изменится ли стоимость голды, потому что на песочнице это никак не тестировалось. Но то, что для тяжелых танков с точки зрения изи танковать ничего не изменится, ведь пробитие, неважно, там, 10 раз вас пробили или 12, танкование у вас от этого лучше не станет. Да, именно танкование засчитывает снаряды, которые вас не пробили. То есть не надо рассчитывать, что ЛБЗ будут проще для вас выполняться. Вы просто будете чуть дольше жить в боях. Но в голда вас как летело, так и будет лететь. Правда, есть и хорошие новости. Шансы для обычных игроков и для тех, кто мнит себя суперстатистами, тупо играя на фулл БК голды, она будет сглажена. Потому что теперь, играя на фулл БК голды, вы все равно в ДПМе, в уроне в минуту будете проигрывать тем, кто умеет пробивать, знает, куда пробивать, и играет на фулл ББшках. Но как из этого что получится, пока что говорить сложно, и какие-то вангования мне тяжело будет здесь предвидеть. Итак, подведем итоги. Изменения в целом положительные. Будет очень непривычно большинству танкистов. Для сверхбронированных тяжей мало что изменится. Я считаю, что вот эти вот изменения вообще никак не повлияют на нагибучести СА-4 и Е-100, поэтому их действительно надо пересматривать и апать. Ну и ждем изменения фугасов, и после этого будем общую картину оценивать. Вот такие вот у нас, ребят, тут новости за лето подоспели. Надеюсь, вам было это интересно. Послушайте, вы оцените видос лайкосом. А у меня все. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok